Американское правительство продолжает свою добрую традицию засылать в Россию в качестве глав дипломатической миссии специалистов по цветным революциям. В прошлый раз это был кабинетный теоретик Майкл Макфолл, у которого, однако, ничего не получилось. Сейчас за нас взялись по-настоящему, и потому в Москву направляется сугубый практик Джон Тефт. Последние 20 лет плотно занимавшийся бывшим СССР и помощью молодым проамериканским демократиям. По заведенному порядку, только что прибывший посол США обязан сразу же встретиться с местной пятой колонной, представителями российской оппозиции, произвести, так сказать, смотр наличных штыков. В 2012 году на встречу с Майклом Макфоллом пришли Оксана Дмитриева и Илья Пономарев. Оба на тот момент члены «Справедливой России». Борис Немцов и Владимир Рыжков, тогда сопредседатели партии РПР «Парнас». Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, глава ассоциации «Голос» Лилия Шибанова, представитель Transparency International Елена Панфилова, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, экологическая активистка Евгения Чирикова, президент Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, коммунист Леонид Калашников. Однако прошло два года, и ситуация в стране и мире резко изменилась, а значит, вчерашние вожди и просто яркие персоны оппозиции поменяли свой статус, порой весьма существенно. Послу ТЭФТУ непременно придется редактировать список приглашенных, и будет невежливо не помочь пока плохо разбирающемуся в российских реалиях американцу с этой работой. Итак, кого следует непременно позвать на первую, самую важную встречу? Оксана Дмитриева баллотируется в губернаторы Санкт-Петербурга и теперь далека от международной политики. А вот Илья Пономарев, хоть и покинул справедливую Россию, по-прежнему в деле, добровольный помощник киевского режима. Пономарев будет органично смотреться на встрече с ТЭФТУН. Владимир Рыжков в последнее время отошел от оппозиционной деятельности после развала партии РПР Парнас и вообще исчез с политического горизонта. Областной ярославский депутат Немцов пытается сохраниться в тренде, вовсю поддерживая Майдан и Бандеровцев. Его звать стоит. Сергей Митрохин, позорно сливающий все выборы, в которых ему доводится участвовать, давно уже стал маргиналом. Но, учитывая давние связи Яблока и США, пусть тоже будет приглашен. Недавно официально ставшие иностранным агентом Шибанова и бесцветный функционер Панфилова тоже сгодятся. Но исключительно для массовки. Золотые дни голоса и Transparency International давно позади. О Льве Пономареве, который год назад сменил офис своего движения, почти ничего не слышно. Очевидно, человек ушел на покой. Но за прежние заслуги в деле продажи Родины позвать можно. Евгения Чирикова после неудачи с попыткой лишить Россию современной скоростной магистрали тоже исчезла со страниц ведущих СМИ. Но поскольку экологический шантаж — это безотказное оружие, ее пригласить стоит. Канаева и Калашникова звать бесполезно. Коммунисты теперь стоят на стопроцентно антиамериканских позициях. А Федерация автомобилистов свой расцвет уже пережила. Итак, список приглашенных насчитывает только семь человек. Причем большинство из них уже вышедшие в тираж персоны. Совсем не густо. Придется его расширить. За счет кого? Например, за счет Леонида Гозмана, недавно униженно поздравлявшего от имени партии «Правое дело» Петра Порошенко с избранием президентом Украины. Или Андрея Макаревича, публично выступавшего против присоединения Крыма к России и выходившего на митинг в поддержку украинских властей. Или Виктора Шендеровича, с удовольствием сравнивавшего Олимпиаду в Сочи и Берлинские игры, уподоблявшего наших спортсменов и гитлеровских атлетов, ставших палачами. Или Натальи Синдеевой, чей телеканал «Дождь» с первой минуты принял сторону Киевского Майдана, а потом устроил оскорбительный и провокационный опрос по поводу блокады Ленинграда. Или Андрея Иларионова, давно и прочно защищающего действия США и их сателлитов на всех возможных информационных площадках. Или Дмитрия Гудкова, депутата Государственной Думы, выступающего против единства России и прочно связанного с США. Или Евгению Альбац, открыто призывающую к распаду России по Уральскому хребту. Список открыт и очень длинен. Некоторые могут удивиться, отчего не названо имя Алексея Навального, выпускника Еля, сотрудничавшего по его собственному признанию с ЦРУ. Навальный, к сожалению для своих кураторов, полностью спалился, превратившись в отработанный материал. Так или иначе, Джону Тефту будет кого пригласить к себе на рюмку чая. Национал предателей у нас хватает. Пока хватает. Субтитры создавал DimaTorzok